Бородинское сражение Бородинская битва стала в стратегическом смысле лишь одним из эпизодов, причем не самых важных. Но это еще не самый удивительный факт. Про Бородинскую битву написано много. Исчислено, что вплоть до начала Первой мировой войны это было сражение, в котором за один день было убито наибольшее количество людей и стреляло наибольшее число пушек. Сказано, что деревня Бородино, которая оказалась посреди поля боя, была стерта огнем с лица земли. Упомянуто, что над Кутузовым все время парил орел, возвещая ему победу. Но все это сущие мелочи. Вот, пожалуй, те пять важнейших факторов о Бородинской битве, которые следует знать любому интересующемуся историей нашего Отечества в его трагической красоте и славе. Первое. Бородинская битва была стратегически бессмысленна. Кутузов не хотел давать французам генерального сражения под Москвой, понимая, что шансы на победу в прямом столкновении с таким гениальным полководцем, как император Наполеон, ничтожны, а риск истребления собственной армии огромен. «Дай бог не победить, но перехитрить Бонапарта», – сказал он, крестясь, когда узнал о своем назначении главнокомандующим, которому, к слову, никогда сам не стремился. Сражение под Бородино больше мешало, чем помогало исполнению скифской или фабиевой стратегии Кутузова. Его результат свелся лишь к тому, что натиск французов на Москву был задержан на два дня, но потом опять продолжился. И связано это было со вторым фактором, который Кутузов, как полководец, предвидел, и которого справедливо опасался. Второе. Русская армия под Бородино была сильнее обескровлено, чем французская. Уже ни для кого не секрет, что русская армия понесла в Бородинской битве больше потерь, чем неприятель. У французов выбыло убитыми и ранеными 28 тысяч человек, у русских 45 тысяч. Это несмотря на то, что русские в основном оборонялись. Связано это было с тем, что Наполеон, как опытный артиллерийский офицер, более искусно концентрировал огонь на массах русских войск и маневрировал своей артиллерией. Перед битвой у французов было 138 тысяч человек, у русских 110 тысяч. После понесенных потерь соотношение сил еще сильнее изменилось в пользу неприятеля. Русским не оставалось ничего, кроме продолжения отступления, даже без попытки дать еще один бой под стенами Москвы. Третье. Французы не сразу поняли, что победили. Понятна реакция Кутузова, который хотел, чтобы страна воспрянула духом после такого сражения. Видя, что его армия не разбита, отступает в полном порядке, а противник ее не преследует. Кутузов велел послать реляции о победе над Наполеоном. И в течение нескольких дней Россия возносила Богу благодарственные молебны за победу при Бородино. Правда, в конце концов, они оказали худшую службу, чем честные донесения. Потому через несколько дней сменились погребальным звоном. Русская армия и с нею сотни тысяч беженцев оставляла Москву. Но самое интересное, что реакция французов была поначалу такой же. Ночью Бонапарт приказал очистить занятые его войсками участки Бородинского поля. А русские войска заняли их снова. А испокон веков повелось. За кем поле боя, за тем и победа. На следующий день, 27 августа 1812 года, Кутузов был готов встретить атаки французов на тех же позициях, где и накануне. И только поступавшие отовсюду сведения об огромных потерях заставили его отдать приказ об отходе. Кутузов знал, что его армия никогда не побежит под натиском врага. Но может быть просто истреблена на поле боя. Четвертое. Русские молились, французы нет. Характерные различия в культуре хорошо передал Сергей Бондарчук в первой экранизации «Войны и мира», когда показывал обход русского войска с иконой Казанской Божьей Матери. Все русские истово молились. И даже вольнодумец и масон Пьер Безухов снял цилиндр и перекрестился. В армии Наполеона со времен французской революции были упразднены священники, капелланы и прочие церковные трибуты. Они не сохранялись даже в иностранных армиях, союзных Наполеону. Испанской, Польской, Хорватской, Вестфальской, Итальянской. Армия Наполеона была идеологической по своей сути, а эта идеология была атеистической. Пятое. Бородинское сражение было неизбежно по моральным причинам. Кутузов не хотел давать этой битвы, однако было со всех сторон принуждаем к ней общественным мнениям. Оставление Москвы врагу совсем без боя оказало бы на русских худшие впечатления, чем если бы даже под Бородино русская армия была совсем уничтожена. Осознавая это, Кутузов решил принять сражение, заботясь прежде всего не о решительной победе, какова была невозможна в тех условиях, но о том, чтобы сберечь основные силы армии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok